И вот посмотрите на то, что делает Кадыров у нас. У нас ровно такая же ситуация. Когда он устраивает какую-то вечеринку для себя, он делает это грандиозно. Поэтому мы вообще не смотрим на судебный процесс и на то, что говорил Тимирханов в этом судебном процессе. И на решение этого суда. Если бы ты сам своими глазами видел, как Тимирханова, Гелгуданова. Нет, в войнах, в войнах, к сожалению, нет. Я этого не видел. Что там далее? Почему не признаешь, что при Ичкерии и начались все проблемы чеченцев? Потому что проблемы чеченцев начались не при Ичкерии, а... Человек со сознанием может так мучить собственный народ. Неужели они не боятся судного дня? Нет, они не боятся. Они... Они узнают в тот день. Вот в тот день они узнают всю тяжесть того, что они совершали. И насколько главное, они все одинаковые, вот эти... Все эти диктаторы, Супанов, все... Как будто бы их одна мать одному отцу родила. У всех одни и те же замашки, предпочтения, страсти. Вот у всех, все одинаковые. Возьмите любого диктатора в истории и посмотрите все, что он отмутил, все, что он делал. Все одинаково. Все пытаются построить что-то грандиозное. Все пытаются какие-то грандиозные вечеринки, там, какие-то банкеты, что-то такое сделать, знаете, что вот... Чтобы о них говорили. У них у всех есть вот эта мания, величие. Там... Чего стоит, допустим, эта грандиозная вечеринка, которую устроил иранский шах, которого после нее, кстати, и свергли. Иранский народ его свергли. Там произошла вот эта исламская революция, после которой Хамейни, Айет Аллах Хамейни, стал у них духовным лидером. Иран превратился в Исламскую республику Иран. А до этого там был шах, несменный руководитель, как монарх. Шах Шахов, его называли царем царей. И вот он вообще классический диктатор. Он устроил грандиозную вечеринку, по-моему, три дня. Она там длилась. На день, по-моему, какой-то юбилей, там, двухтысячелетия или тысячелетия Персидской империи, там, что-то, короче, такое было. Вот он устроил эту вечеринку, на которую он пригласил всех монархов, там, президентов в этом мире, кто туда приехал. Огромные просто деньги были вбуханы в это мероприятие, а при этом часть, огромная часть жителей самого Ирана жили за чертой бедности. И вот посмотрите на то, что делает Кадыров у нас. У нас ровно такая же ситуация. Когда он устраивает какую-то вечеринку там для себя, он делает это грандиозно, просто пытается пригласить там каких-то очень известных звезд. Не экономит. На шоу абсолютно он никак не экономит. При этом люди у нас, есть люди, которые живут за чертой бедности. Посмотрите там на Каддафи, то, что он вот эти вот всякие любил, да, какие-то клоунские, клоунады какие-то, когда он наряжался, какие-то непонятные наряды, с каким-то своим шатром путешествовал по этому миру, приезжал на Красной площади, в Александровском саду этот свой шатер. Клоун, да, какие-то вот клоунские вещи он вытворял. И посмотрите на этого нашего, когда он в какой-то кольчуге с каким-то щитом там приходит на день чеченской матери или чеченского языка, куда он там приходит. Они настолько все одинаковые. Объясни, пожалуйста, про Тимирханова. Ты говорил, что если человек не сознается в деянии, то нужно доказать, что он его совершил. Он до конца своих дней отрицал причастность к убийству Буданова. То же самое говорил Мурад Мусаев. Какие доказательства кроме решения суда РФ есть? Похоже, что убил там проф. Вы знаете, для меня решение российского суда это вообще не аргумент. И позиция человека в российском процессе, в суде имеется в виду, это тоже вообще не аргумент. Вы понимаете, что чеченские воины муджаеды, сражавшиеся в первую войну, во вторую войну, они, когда попадали в плен и затем их, они представали перед судом, они ведь там тоже отрицают свою причастность к этому. Понимаете? но это процесс, который изначально несправедлив. И здесь ты как бы по их правилам ты здесь пытаешься с ними сражаться. Ты пытаешься, используя их же законы, из двух зол выбрать наименьшее. То есть, если тебе грозит там 18 лет и 10, ты пытаешься сделать так, что было 10. То есть, это как бы это линия защиты. Это абсолютно не говорит ни о чем, ни о том, что человек совершил что-либо или нет, это вообще об этом не говорит. Поэтому мы вообще не смотрим на судебный процесс и на то, что говорил Тимирханов в этом судебном процессе и на решение этого суда. Если бы этот суд его оправдал, это не значило бы, что он этого не совершил. И то, что они сказали, что он виноват, это не значит, что он это сделал. То есть, для нас абсолютно никакого значения не имеет то, что происходило на судебном процессе в России. Для нас имеет значение то, что мы знаем об этом от доверенных людей, которые были в теме, которые знают, как и что там происходило. Поэтому здесь я говорю, что Иусуф Тимирханов да помилует его Всевышний Аллах, это наш герой. Это человек, который отомстил. Да будет доволен и Всевышний Аллах. сам своими глазами видел, как Тимирханова и Голгуданова. Нет, в войнах, в войнах, к сожалению, нет, я этого не видел. Шакур, привет, как ты относишься к Царнаевым, они воины или террористы? Я никак не отношусь к Царнаевым, я не могу ничего по этому поводу сказать. Я видел множество материалов, где говорят о том, что они не причастны к этому, делают различные расследования, журналисты, просто активисты. Я видел доводы и обратной стороны, и я не рискую что-либо судить в этом вопросе. Как бы там ни было, я думаю, что в Америке есть все возможности для того, чтобы добиваться справедливости. И я надеюсь, что в этом вопросе будет достигнута эта справедливость. Интересуюсь. Правда, что ты сотрудничал с ФСБ. Почему утверждаешь, что в Чечне больше разврата, чем в Польше? Почему ты никогда не признаешь свою ложь? Ой, давайте я буду по очереди засчитывать здесь все, как я понял, одни вопросы идут. Правда, что ты сотрудничал с ФСБ? Нет, неправда. Почему утверждаешь, что в Чечне больше разврата, чем в Польше? Нет, я этого не утверждаю. И вот в таком виде я это не говорил. Почему ты никогда не признаешь свою ложь? потому что я никогда не лгу? Почему ты оскорбляешь тех, кто, на твой взгляд, неправильно ислам соблюдает? Я никого не оскорбляю, а то, что высказывание критики их оскорбляет, но это их проблема. Я могу высказать свое мнение в отношении преступлений Кадырова, я могу высказать свое мнение в отношении заблуждений его или каких-то иных людей, но это не оскорбление. Оскорбление это когда Кадыров говорит, что кто-то незаконно рожденный. Когда он лезет в такие моменты, вот это и есть оскорбление, когда он называет человека козлом за то, что он где-то стрелял на свадьбе или пил вино, он называет его козлом. Вот это оскорбление. А высказать свое мнение по какой-то теме, высказать какую-то критику за что-то, это не оскорбление. Что там далее? Почему не признаешь, что при Ичкерии и начались все проблемы чеченцев? Потому что проблемы чеченцев начались не при Ичкерии, а проблемы у чеченцев начались с экспансии России на Кавказ еще в средние века. И вопрос «Ты бич?» Нет, я не бич. Тағы Fu Сағы Сууду – Сағы Сағы Кыыыыыыыыыыыыиыыыыыыы? Call